Высокоскоростной доступ к интернету здесь уже имеет каждый дом, а на двух жителей приходится по три смартфона. И, как говорят власти, это только начало. По улицам гоняют беспилотные автомобили, а все автомобилисты будут обязаны установить навигационную систему, отслеживающую положение авто. Транспортная система здесь отлажена идеально. Несмотря на численность населения более 5 миллионов человек, проблема пробок не актуальна. Специальные датчики на улицах фиксируют превышение загрязняющих веществ в городской атмосфере и автоматически перераспределяют транспортные потоки. Эта система позволяет водителям экономить до 60 часов в год. Правительство здесь, кроме того, пытается оптимизировать расходы воды и снизить зависимость от соседних стран, откуда город импортирует пресную воду. Для этого кварталы города оборудуют сенсорами, которые могут отследить потребление электроэнергии, воды и другие показатели в режиме реального времени. Система очистки источных вод позволяет повторно использовать 30% и более от всех потребностей города. Один из кварталов, например, уже оснащен вакуумной системой управления отходами и солнечными панелями для выработки электроэнергии. Все это не только позволяет экономить, но и учит бережно относиться к ресурсам. Энергосберегающие фонари, раздающие Wi-Fi, система выявления пожароопасных домов и навигация для беспилотных автомобилей. Это не фантастика, а реальность. Впрочем, появление таких умных систем вполне закономерно. Это Сингапур. Сегодня Сингапур, который всего 55 лет назад получил независимость от Малайзии, является самым умным городом в мире третий год подряд. В этом городе-государстве на площади в 725 квадратных километров живут 5,8 миллионов человек. При этом ВВП на душу населения составляет более 100 тысяч долларов. По этому показателю Сингапур входит в топ-10 стран, хотя полвека назад это была маленькая бедная страна, которой приходилось импортировать даже пресную воду. Сингапур – богатый финансовый центр в Азии. Он хорошо известен во всем мире благодаря чистым улицам и строгому контролю над человеческим поведением. Достаточно вспомнить знаменитый запрет на продажу жевательной резинки. Так администрация держит город в чистоте. Полная автоматизация всех административных услуг. Вам не нужно посещать инстанции для получения тех или иных разрешений или лицензий. Все происходит в онлайн-режиме. Регистрация вас, как предпринимателя, осуществляется за 10 минут и происходит со всей серьезностью проведения таких мероприятий, естественно, онлайн. Умные парковочные датчики, которые оповещают водителей о свободных местах, методы автоматизации в Сингапуре настолько внедрились в повседневную жизнь населения, что стало актуально считать эффективность умных городов по количеству сэкономленных часов жизни на рутинных делах. Так, этот показатель в Сингапуре составляет 125 часов в год. Согласитесь, цифра достаточно внушительная. Чтобы пересадить горожан с личных автомобилей на общественный транспорт, здешние власти эффективно используют метод кнута и пряника. Кнут – это запредельная стоимость авто, обеспечиваемая высоким налогом навоз. Стандартная малолитражка обойдется примерно в 50 тысяч долларов. Но это еще не все. Желающие водить автомобиль должны не только сдать на права, но и приобрести специальную лицензию. Она стоит около 70 тысяч долларов. И действительно, лишь в течение 10 лет. А пряник – это, как несложно догадаться, суперсовременный и суперэффективный общественный транспорт. В первую очередь, городское метро, которое охватывает весь город и действует в беспилотном режиме. Во-вторых, комфортабельные автобусы, о времени прибытия которых можно узнать через мобильное приложение. А еще приложение сообщит вам, достаточно ли в прибывающем автобусе свободных мест. Во всех видах общественного транспорта действует система бесконтактной оплаты проезда, экономится каждая секунда. Цифровая экосистема Сингапура позволяет не только получать услуги, но и оказывать их. Приложение сообщает медикам-добровольцам о том, что в радиусе километра человек оказался в беде. Если у человека остановилось сердце, счет идет на секунды, и своевременная первая помощь может сохранить жизнь. С 2014 года в городе тестировали систему наблюдения за пожилыми. В их квартиры и на двери устанавливали специальные датчики, отслеживающие перемещение пожилых людей. Когда система определяла, что человек долгое время находится без движения, она предупреждала об этом родственников и медицинских специалистов. В городе повышается и общественная безопасность благодаря повсеместному использованию камер наблюдения. Видеоматериалы с камер помогли раскрыть более 2300 дел. Сингапурский совет по жилищному развитию предлагает всем гражданам доступ к бесплатному государственному жилью. Более 80% населения страны живет в государственном жилье, а это означает, что предоставление управления жильем имеет решающее значение для идентичности и характера такого разнообразного города, как Сингапур. В городе функционирует передовая компьютерная система управления электричеством. С ее помощью операторы дистанционно мониторят и контролируют заводы по производству электроэнергии, а также сеть энергопередачи. Другая умная система обеспечивает наблюдение в реальном времени за состоянием газопровода. Наблюдателям доступны актуальные данные о статусе кранов, давлении и других критически важных показателей. Цифровой анализ динамики газа помогает службам оперативно реагировать в случаях аварий. Чтобы выращивать больше растений на минимальных площадях, местная компания строит модульные вертикальные фермы. Такая конструкция напоминает небоскреб с передвижными грядками внутри. Ротация модулей обеспечивает равномерное распределение воды и солнца для растений на всех уровнях сооружения. Несколько больниц Сингапура предоставляют услуги в формате телемедицины. Пациенты проходят сеансы терапии в домашних условиях, а врачи отслеживают их биопоказатели с помощью сенсоров и беспроводной связи. Приложение, разработанное Министерством здоровья Сингапура, предоставляет справочную информацию о клиниках и персонале, разрешая даже наблюдать за очередями через веб-камеры. Другой любопытный проект включает установку датчика в ванных комнатах жилых домов, чтобы граждане могли удаленно следить за состоянием пожилых и больных близких. Тысячи сенсоров и камер в том числе помогают поддерживать общественную безопасность. Например, государство оштрафовало 38-летнего мужчину на 14 тысяч долларов за то, что он выбрасывал окурки из окна квартиры. Камеры безопасности сняли его без рубашки, а фото нарушений были опубликованы на сайте Управления охраны окружающей среды Сингапура. И одной лишь борьбой с преступной деятельностью потенциал этой пронизывающей город-системы не ограничен. Власти Сингапура разрабатывают цифровую копию города. 3D-модель будет собирать воедино и учитывать массу показателей о демографии, энергопотреблении, климате и прочих факторах, влияющих на жизни горожан. Правительство желает использовать программу, например, для прогнозирования возможных катастроф и отработки сценариев для выхода из них. Часть данных будет открыта для населения. На протяжении последних десятилетий правительство Сингапура ведет борьбу за восстановление экологии, ужесточая стандарты для транспорта и производства. В рамках новой природоохранной инициативы в стране появится целый эко-город на 42 тысячи домов. Он станет первым микрорайоном, оснащенным центральной системой кондиционирования, что особенно важно в тропической стране, автоматизированной системой сбора и переработки мусора, а также максимально свободным от автомобилей. Разработчики проекта надеются, что ряд экологических решений поможет сократить выбросы углекислого газа в стране. Архитекторам, дизайнерам, инженерам и прочим специалистам придется впервые применить адаптивные смарт-технологии, чтобы не разрушить чистоту леса и создать комфортную зону для жизни. В частности, планируют спрятать под землю многие части инфраструктуры – дороги, парковки, технические сооружения и трубопроводы, чтобы сохранить на поверхности природную атмосферу. Сам эко-город будет максимально адаптирован под нужды пешеходов и велосипедистов. Власти не планируют останавливаться на достигнутом и собираются наращивать темпы модернизации города. Но уже в своем текущем состоянии, благодаря перечисленным и еще многим другим технологическим проектам, Сингапур – яркий пример для остальных городов и правительств. Наблюдая за его развитием, очень хочется верить, что еще больше чиновников начнет думать не просто о личном обогащении, но и о благополучии людей вокруг. Сингапур – один из самых динамично развивающихся мегаполисов Азии и лучший пример города, спланированного педантично и дальновидно. Это место, где легко и приятно вести бизнес. Он входит в десятку наименее коррумпированных стран мира, занимает первые места по уровню конкурентноспособности и признан одним из самых богатых по уровню доходов населения. Если сложить вместе все вышеперечисленное – безопасность, медицину, инфраструктуру, низкие налоги, возможности для путешествий, жизни и ведения бизнеса – все это как раз и создает ни с чем не сравнимое качество жизни, из-за которого хочется сюда возвращаться снова и снова из любой другой страны мира. Субтитры создавал DimaTorzok